Вот эта идея все-таки вселяет какую-то надежду. Ну, во-первых, в нее нужно поверить, по крайней мере, мне так кажется. Можете это, в общем-то, просто взять и проверить. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим про вот такую вот 14-ю задачу, и для нее характерно то, что очень на самом деле мало кто с ней справляется. Она достаточно нетипична. Хуже всего, кстати, с ней дела обстоят у тех, кто недавно прошел метод рационализации. Тут люди вообще любят просто сказать, что 8 это 2 в кубе, и просто переписать это выражение, убрав, ну, просто вот написать степень минус степень плюс 3, меньше либо равно, чем степень. Получается, ответ очень похожий на то, что дано, ну, какой ответ реальный, а дальше они начинают думать, что в ответах опечатка. Ну, на самом деле, пример достаточно действительно неприятен тем, что он все-таки нетипичный. Ну, то есть, для него, опять же, нужна некоторая такая творческая, что ли, приспособляемость для его решения. То есть, здесь работает не навык, здесь работает, ну, какое-то вот такое умение подумать. И, ну, давайте оттолкнемся от того, как вообще мы такие вещи умеем решать. Ну, вроде умеем мы их, обычно мы либо как-то это группируем, либо делаем какую-нибудь замену. И вот тут, и вот тут работает именно идея замены, только, ну, во-первых, в нее нужно поверить, во-вторых, на нее как-то нужно выйти. Но давайте поймем, что вот, что в таких вообще случаях можно заменять. Ну, вот кажется, что если заменять вот это на t, то вот это вот тогда было бы t квадрат, но за счет того, что двойку можно представить, что это 2 в степени x на x плюс 1 в квадрате. Ну, почему это так? Давайте я это напишу. Значит, 2 в степени x на x плюс 1. Ну, в общем-то, для многих это очевидно, но все-таки поясню. То есть можно сказать, что это 2 умножить на x, а x плюс 1. А дальше мы знаем, что степени перемножаются при возведении степени в степень. Причем можно 2 в квадрате возводить в эту степень, а можно 2 вот в этой степени возводить в квадрат. Получается 2 в степени x на x плюс 1. Вот, и здесь квадрат. И вот эта идея все-таки вселяет какую-то надежду попробовать вот это тоже расписать через данную замену. Это оказывается не очень простой задачей, но все-таки это посильная задача, если понять следующее. Значит, в таких выражениях те, кто по прошарению, конечно, захотят выделить целую часть. Но если выделить целую часть, там будет 5 минус 2 делить на x плюс 1, и непонятно, что вот с этим, что с этой штукой делать. Конечно, можно везде повыделять, повыделять целые части, тогда уже дело пойдет получше. Вот, по крайней мере, по крайней мере, мне так кажется. Ну да, вроде, если везде повыделять целые части, то тоже пример можно решить. Но вот, значит, если это сделать здесь, то лучше всего это делать вот так. Смотрите, я могу сказать, что это 3x плюс 3 плюс 2 деленное на x плюс 1. Вот, и тогда получается, что вот это вот, ну, 3x плюс 3, а здесь 2x на x плюс 1, плюс 2x на x плюс 1. И вот тогда здесь получается, вот это просто тройка, плюс 2x на x плюс 1. Вот, и дальше, конечно, конечно, уже пример решать можно, ну, вот давайте, собственно, мы это и запишем. 2x на x плюс 1, минус 2, здесь будет 3, плюс 2x на x плюс 1, плюс 8, минус 2 на 2x, x плюс 1. Вот, и теперь можно заметить, что, значит, мы можем это записать, как 2 в степени x делить на x плюс 1, минус, вот это можно представить, как 2 в кубе на 2, вот в этой степени получается. 2 в кубе на 2 в степени 2x, x плюс 1, плюс 8, и далее, минус 2 на 2x, x плюс 1, меньше либо равно 0. Вот, получается, это 8, это, соответственно, это, соответственно, еще единичка, получается минус 9 на 2 в степени x на x плюс 1 в квадрате, я пользуюсь уже вот этой, вот этой вот своей, не побоюсь этого слова, находкой. Вот, плюс 8, меньше либо равно 0. Ну и дальше, если я делаю замену, 2 на x, x плюс 1, равно t, то у меня получается минус 9t квадрат плюс t плюс 8 меньше либо равно 0. Это квадратное уравнение, ну, точнее, это квадратное неравенство. Его мы решим с помощью методов интервалов, но для этого нам понадобится найти его корни. Значит, какие у него корни? Ну, минус 9t квадрат плюс t плюс 8 равно 0. Мы можем по теореме Виетта сказать, что есть корень единица, он прям угадывается, минус 9 плюс 1 плюс 8. Ну, а второй корень, тогда произведение корней, это 8 делить на минус 9 минус 8 девятых, тогда второй корень это минус 8 девятых. Тот же самый результат вы могли бы получить через дискриминант, если бы решили дискриминантом, можете это, в общем-то, просто взять и проверить. Так, здесь получается единица, здесь получается минус 8 девятых, минус 8 девятых, и дальше мы расставляем знаки. Значит, когда мы расставляем знаки, я очень рекомендую все-таки переписывать неравенство вот в таком виде, t минус 1 на t плюс 8 девятых, тогда прямо сразу понятно, что вот все скобочки в первой степени, знаки чередуются, ну, если взять очень большое число, сразу опять же понятно, ну, например, 100 берем, что это положительно-положительно, но минус 9 будет минус, то есть будет минус, плюс, минус. И тогда нас устраивает либо t, ну, то есть, у нас получается совокупность, t больше, t больше единицы, либо равно, либо t меньше, либо равно минус 8 девятых. Значит, это равносильно тому, что 2 в степени x на x плюс 1 больше, либо равно 1, или 2 в степени x на x плюс 1 меньше, либо равно минус 8 девятых. Вот, ну и, собственно, вот здесь у меня пустое множество, вот, потому что число в степени не бывает отрицательным. Ну, то есть, вот это у меня просто равносильно x на x плюс 1 больше, либо равно 0. Ну, потому что это 2 в нулевой, а 2, и когда мы, за счет того, что 2 больше 1, мы просто можем убрать степень, не меняя знак. Рисуем числовую прямую, значит, здесь у нас 0, здесь у нас минус 1, и дальше мы можем опять расставить знаки, первый знак плюс, дальше опять понимаем, что знаки чередуются, потому что все выражения у нас линейные, и в числителе, и в знаменателе, и в первой степени, вот, поэтому знаки у нас чередуются, и получается, что вот нас устраивает эти вот две области. То есть, получается, x принадлежит от минус бесконечности до минус 1, и от так, да, до минус 1 круглая скобка, она же из знаменателя, вот, и от нуля до плюс бесконечности. Вот, такой получается ответ, но теперь хочется поговорить о том, что, ну, в целом, вот если не догадаться, вот до этих преобразований, то в целом, здесь еще спасает просто выделение целой части, по крайней мере, с большой долей вероятности спасает, давайте по крайней мере на него посмотрим. Значит, если взять x на x плюс 1, то это x плюс 1 минус 1 делить на x плюс 1, и получается у нас тогда, что это 1 минус 1 делить на x плюс 1, вот. А если работать с 2x на x плюс 1, ну, это просто получится то же самое, умноженное на 2, то есть это будет 2 минус 2 делить на x плюс 1, вот. А если работать вот с этим выражением, 5x плюс 3 на x плюс 1, то вот как вообще выделяется целая часть? Ну, мы хотим, чтобы у нас вот здесь в дроби не осталось x, значит, я представляю вот это, как 5x плюс 5, минус 2, ну, минус 2, потому что мне нужно плюс 3, значит, я 5, ну, вычитаю 2, и на x плюс 1. Получается 5 минус 2 на x плюс 1. Вот. Ну, и дальше, и дальше я просто вот в этом выражении, если сделаю замену, если сделаю замену 1 на x плюс 1 на t, то вот у меня, ну, то есть у меня вот это будет 1 минус t, это будет 2 минус 2t, а это будет 5 минус 2t, и тогда, в общем-то, только t я уже использовал, давайте, я введу другую буковку u, ну, и дальше вот это вот всю историю, это вот всю историю, мы можем переписать, используя u уже, то есть получается 2 1 минус u, минус 2, 5 минус 2u, плюс 8, меньше либо равно 2 на 2 минус 2u, ну, такое неравенство, такое неравенство, в общем-то, мы уже тоже решить сможем, вот, ну, просто, ну, просто давайте его там еще немножко преобразуем, то есть получается 2 деленное, 2 деленное на 2 в степени u, минус 32 деленное на 2 в степени u в квадрате, плюс 8, плюс 8, и, так, здесь получается 4 делить, меньше либо равно 4 делить на 2 в степени u в квадрате, ну, и дальше, и дальше понятно, что вот это вот, там, за счет того, что 2 в степени u просто больше нуля, можно, можно его, можно его, соответственно, ну, либо приводить к общему знаменателю, либо домножаете, ну, так или иначе, в общем, 2 u можно либо заменить на t и дорешать это до конца, вот, второй вариант, это до замены все домножить на 2 u в квадрате, пользуясь тем, что 2 u в любом случае только больше нуля, ну, то есть, домножая на квадрат, мы точно домножаем на что-то положительное, значит, знак не поменяется, ну, вот, собственно, вот такие два подхода, и, пожалуй, что, пожалуй, что, вот этот вот подход, мне даже нравится больше, но вот у него есть какая-то такая такая идея, что вот берем, выделяем целые части, как обычно это делаем при построении дробной линейной функции, и после этого, и после этого уже пример решается. ну, вот можно было при этом проявить наблюдательность и сделать все вот этим решением, но ответ получится тот же самый, и вот, конечно, вот это решение я рекомендую вам там попробовать самостоятельно довести до конца, убедиться, что будет то же самое. Вот. Такие дела. Надеюсь, что это видео вам понравилось, если да, не забудьте поставить ему лайк и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. С вами был Игорь Уколов, канал Профематика, математика будет понятной, особенно если смотреть ее на нашем канале. Так что до новых встреч и пока-пока.